...что там Рагунат предлагает поклоны. И Господь Етиананда позвал Рагуната. И он сказал ему, это оскорбление, что ты с расстояния. Тогда Рагунат упал в Дандават, а Господь Етиананда поставил его на голову. Это необычная вещь. Он сказал ему, что ты должен быть наказанным. Твое наказание — это устроить пир для всех преданностей. Он был очень счастлив в это сделать. Он получил достаточно денег. Он купил так много клей-потов. Он получил так много кир и йогурта. Он отправился и купил очень много глиняных горшков и йогурт. И потом он получил чип-рис. От этого хрущенного риса. И потом, может быть, другие вещи. И он получил, чтобы все было. И когда люди услышали об этом, больше и больше людей пришли. Это был огромный фестиваль. Это до сих пор огромный фестиваль. Каждый год приезжают туда. И многие храмы по всему миру делают огромные фестивали. Один из самых больших фестивалов в Америке. Джайпатака Мааранджа, в Атланте. Джайпатака Мааранджа является организатором одного из больших таких фестивалей в Атланте, в Америке. Он был очень счастлив и даже Господь Чайтанья явился, но он был в духовной форме и его никто там не видел. Сначала там раздавался просад, а затем он сделал большое денежное пожертвование каждому. И незадолго после этого в его доме Пуджария отлучился. И он убежал в этот момент и тогда его семья начала его искать. И они нашли его, то есть он был нигде далеко, они попросили его вернуться к своему служению. И уже было время к ночи. И Раганат сказал родственникам, не волнуйся, я могу найти мой дорогой домой. То есть он ушел со священником и уже темнело, и он сказал священнику, что ты не волнуйся, я могу один добраться домой. И тогда он сбежал и отправился в Пури. Он знал, что его папа отправит охрану, чтобы найти его. И они знали, что он собирается к Господу Читане присоединиться, поэтому он не пошел по главным дорогам, а по обходным разным, и ему это много времени заняло. Но они на главных дорогах его искали. И когда они добрались до Пури, никто не видел Раганата. И когда они добрались до Пури, никто не видел Раганата. И тогда они отправились назад, а он через несколько дней пришел туда. И тогда Господь Читане отдал ему прибежище. И когда отец об этом узнал, было уже слишком поздно. Он отправлял туда своих слуг, посылал туда деньги. И Раганата делал фесты для своих священников, и приглашал Пури. И часто приглашал Господа Читане. Но потом он решил, что это нехорошо брать деньги у материалистов. И он перестал принимать отца деньги. И тогда Господь Читане заметил, что он не приглашал его. И тогда Господь Читане заметил, что что-то он перестал его приглашать. Так что он спросил Сварупа Дамодара, который был принимать его. И сказал ему, что он просто спрашивает на улице. И там был Сварупа Дамодара, который заботился о Господе Читане. Он спросил его, в чем дело. И тогда Сварупа Дамодар ответил, что Раганат просто стоит на улице и просит пожертвования. Кто-нибудь был в Пури? Он увидел все священнослужители с просадом. Но потом он думал, что это тоже не хорошо. Потому что я думал, что вчера он дал мне хороший просад, может, он будет дать снова. Этот не дал мне ничего. Поэтому он думал, что это не хорошо. То есть он заметил за собой привычку, что вот этот, как бы он смотрел на людей, и он их, как бы, характеризовал по-разному. Вот этот мне дал вчера хороший просад, может, он мне сегодня опять даст, а вот этот, как бы, вчера мне не дал. Так что, как бы, ну... И он начал просто стоять в очереди, которая стояла за подаяниями. И потом он даже не делал это. Он просто покупал длинный рис, или, знаете, старый рис. Даже ковы бы это не было. И он даже это перестал делать. Он просто стал собирать какой-то сухой рис с земли и какие-то остатки просадок, которые даже коровы как бы не ели. Он просто промывал это и ел. Когда Господь Хитания услышал об этом, он сказал, что это очень хорошо. И тогда Господь Хитания нашел его и сказал, что ты очень хорошо питаешься, почему ты не приглашаешь и не угощаешь меня? И Раганат сказал, что ты не знаешь. И Раганат сказал, что ты не знаешь. И он пытался спрятать его. И он пытался спрятать этот пассаж. И он сказал, что это вкусно, но он его выпил. Господь Хитания вырвал и ел. Этот рис плохо пах, но он промывал его. И он сказал, что это самый лучший пир, который у меня когда-либо был. И тогда Господь Чайтанья дал ему наставление, никогда не ешь роскошную пищу и никогда не одевайся роскошным. Но он дал Раганату Говардан Шилу и большую гирлянду из Туласи от Господь Джаганата. И он объяснил в деталях, каким образом следует поклоняться Говардан Шиле, как предлагают листья Туласи, какое количество. Раганат, он всегда был с Саруп Дамадаргасами, он был секретарем Господь Чайтанья, он видел так много своих действий. Раганат, он был секретарем Саруп Дамадара, он постоянно был с секретарем Господь Чайтанья Саруп Дамадара, он видел очень многие близкие игры. И после ухода Господа Чайтанья, он не мог больше продолжать жить. И он решил отправиться в Бриндаван и покончить с собой. И он хотел сброситься с Говардана. Наверное, тогда он был выше. Может, он был выше. Потому что Говардан, когда Кришна был огромен, чем Маун Эверест. Но когда Кришна, Говардан был огромен и выше Эвереста. Он отправился в Бриндаван, и Рупа и Санатана хотели дать ему убежище, но они знали, что этого Господь Чайтанья не хочет. Потому что Санатана Гусами однажды просто размышлял о самоубийстве. И в этот момент Господь Чайтанья начал говорить о том, насколько самоубийство является тамасичным. И он жил на Радхакунде и повторял 200 тысяч святых имен каждый день. 128 кругов. 120 кругов. И он платил 1,000 Вайшнав. И если бы кто-то другой Вайшнав пришел, он бы обнимал его и предложил ему свои поклоны. Один мальчик из Америки, Бхакта, он отправился жить на Радхакунду. Правопаду это не очень впечатлил, он не хотел, чтобы это было. И кто-то ему сказал, что он обходит. Правопаду сказал, что он делал Дандават Парикрама. Он сказал, что это не так же хорошее, как Радхакунду. И это не так же хорошее, как пахта. Это не просто пахта, как здесь. Здесь есть йогурт и подобное. Пахты тут нет, да? Нет, нет, в Германии. Но бахта — это когда вы пахтаете йогурт, чтобы получить из него масло. И пахта — это когда вы пахтаете йогурт, чтобы получить из него масло. Но это то, что он пил каждый день, или что-то. В общем, это вода, которая от бахта не остается, это то, чем он питался каждый день. Мы можем bow down to them by thinking about them. И все Госвами у них был такой образ жизни, так или иначе. Мы можем просто предлагать им поклоны, размышляя об этом. И Прабхапада gave us in his purports exactly the essence of all the Goswami's teachings. И Сила Прабхапада, он в своих комментариях оставил нам суть наставлений о Госвами. И Наратам, и все остальные, они были учениками Госвами. Особенно Наратам, и Шринивас, и Шринивас, и Шринивас, и Шринивас. И они были теми, кто отправились на восток, чтобы там объяснить учения об Исламе. Поэтому это очень хорошо изучать эти бхаджаны Наратама и Бхакти-Бенода. Они очень простые, даже те, которые на Бенгале, они очень простые. Мы можем быстро их подобрать. И они в этих бхаджанах формулировали ведическое знание для простых людей на местном языке. И они заключали туда самое высшее, так как они говорят в этих бхаджанах о Господе Читане и о Радхе Кришне. Мы всегда поем Джай Радамадова. Шри Рабью Джи Джо. Это Бхакти-Бенод Тагу. Киба Джо. Бхакти-Бенод. Наратам. Мы поем несколько из этих линей, но много раз мы поем что-то и не думаем об этом. И это очень опасно, что-то делать каждый день. Например, мы Харе Кришна повторяем, а ум там не находится. Ну, по крайней мере, у меня так. Я всегда, знаете, когда деботицы... Все знают о Бенгале. Все знают о Бенгале. Все знают о Бенгале. Все знают о Бенгале. В любом стране я говорю. И они говорят... Вы можете сказать это в вашем языке? А, где есть книга? Мы не имеем книга, но никто не знает. А затем в любой стране я спрашиваю. Ты можешь, пожалуйста, на своем языке это повторить? И при этом начинают теряться. О, где песенник? Я не нахожу песенник. Когда присоединился, мы как раз так же на английском повторяли. Например, я учил в одной семье, и они... О, это такой красивый премьер. Они говорили это каждый день за год. Не знали, что они говорили. Какой замечательный перевод. Они повторяли это уже несколько лет. Какой замечательный перевод. Они повторяли это уже несколько лет. Но, чтобы показать, он не думал об этом. Так что это наша способность предлагать еду. И, понимаешь, что это означает. Мы хотим думать об этом. Он не размышлял серьезно. Это как, ну, такой христианский метод, как типа предложение еды. So, that's why we had these songs translated. Prabhupada was very happy when Chudananda translated these songs. И поэтому у нас есть эти бхаджаны, переведенные. И Швилиппад был очень счастлив, когда Шудананда перевел эти бхаджаны. Prabhupada sang so many of them privately. He didn't sing them in the public so much. But when he was alone in his room, he would just sing these bhajans. And so then Jamuna said, can I record them? And he said, yeah. So, we're lucky to have these things, but we should study them. It's a good way to understand the philosophy of the bhagatana. Поэтому у нас есть удача в том, что они у нас записаны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Now it's time for URL. Okay, any comments or questions? Any realizations? Фидбэк Обратная связь Кто-то? А может по-русски? А может по-русски? А может по-русски? А может по-русски? А? Он спросит тебя позже. Это о вашем списке. Хорошо. Я не знаю. Я не знаю. Немного? Я хотел спросить, что Симараш может прокомментировать как-то рассказать о важности чтения книг Швил-Правпады. Гирираш Прабху спросил, если вы можете рассказать о важности читать книги Швил-Правпады? Да, это суть. Да, это суть. Что бы их издали и вдохновить преданных и распространять их. Мы хотим общаться с Швилой Прабхупадой. И говорится, что его комментарии это безоскорбительное воспривание. И когда мы читаем его комментарии мы устанавливаем очень близкую связь с ним. И также с Нарадамуни и Госвами. И так же с Нарадамуни и Госвами. Пандавы, Кунти, Бижма, все эти люди, которые присутствуют в книгах. Так что я не могу сказать. Но для того, чтобы знать Кришну, чтобы быть близким, чтобы получить нашу сознание и думать о других вещах, это очень важно. Для того, чтобы познать Кришну, приблизиться к Нему и очистить наше сознание от всей грязи, которая там есть, это необходимо. Надежда, что мы сможем стать как Госвами или типа того. Раганат Бата Госвами Он был из Брахманской семьи из Северной Индии. И Господь Читания просто останавливался у него дома, когда он был маленьким ребенком на период Читурмаси. И он просто служил Господу Читании и массировал восток. Затем он отправился в Пури и стал общаться с Господом Читании. И Господь Читания сказал ему, «Господь Читания ответил ему, что тебе следует отправиться домой и заботиться о своих престарелых родителях, они к тому же преданные». Он сказал ему, «Лучше не женись». «Найди Вайшнава, с которым ты мог бы изучить Шриман Бхагаватан». Он сделал это. И потом, после родителей уехали, он вернулся к Господу Читании. И он так и сделал. Когда его родители уже оставили тело, он опять отправился к Господу Читании. И Господь Читания оставался с Господом Читании, потом Господь Читания направил его в Вриндаван. И он сказал, «Отправляйся туда и только читай Шриман Бхагаватан». Он имел очень красивый голос. И он мог декламировать на три красивых мотива. И остальные Госвами просто собирались и слушали. Это было совершенство его жизни, просто декламировать Шриман Бхагаватан. Мы распространяем книги и нам следует так же читать их. Одна Матаджи, она была очень искусным распространителем книг, очень хорошая, преданная. И однажды, в Лос-Анджелесе Шрила Павпада ехал на машине, чтобы добраться до места прогулки, какое-то приятное место было. И все преданные выходили и смотрели, как он идет в машине. И она сказала, «Правпада, мы распространяем сотни Ишу Панишан каждый день». Павпада посмотрел на него и спросил, «Почему не читайте мои книги?». И был еще один преданный, который стал одним из самых... И он был очень интересен. И Рамасур, в то время, он писал про Павпаду, сколько книг его преданной Трапурари распространил. Павпада ответил, что этому парню хорошо еще и почитать мои книги. Он хотел, чтобы мы сделали и то, и другое. Он не хотел, чтобы мы просто распространяли все эти книги и не узнали о них. Потому что, если мы прочитаем эти книги, мы узнаем смысл всей этой деятельности, которой мы пытаемся заниматься. Например, важно давать какие-то пожертвования храму. Важно служить преданным. Особенно, если вы семейные люди. Все нужно читать книги. То есть, если все будут читать книги, то каждый будет находиться на связи и будет понимать, чем ему следует заниматься. И когда вы пытаетесь преподавать то, что вы прочли, таким образом вы усваиваете материал лучше. Это помогает? Да, это помогает. Пожалуйста, читайте книги. Пожалуйста, донейте к храму. Пожалуйста, читайте книги и поддерживайте храмы. Это очень важно. У мормонов есть правило, что все прихожане должны жертвовать 10% своего дохода церкви. До налогов. До налогов. До налогов. Но они никогда не плохие мормоны. Это не как-то, что не вы не можете жить. Но вы должны дать... Это как защищение. Вы должны дать 10% тоже. Но дать к храму – это хорошая способа защищения. Это хорошая инвестиция. Это очень хороший способ накопления. Пробеда сказал, you know, you can intoxication. You can chant the holy name and take for Sodom and get intoxicated. Например, можно сэкономить на интоксикациях. Можно вместо них просто воспринимать ситуации. If you want to have sex, you can get married and have children. If you want to gamble, give your life to Krishna. And take a chance. Give a donation every time. Every time you get money, give 10% to the temple. Find out that you'll just keep getting more and more. So, now the Arctic has started. The babies are dressed very nicely. They changed their dress this morning. Okay, thank you very much. Somebody sing the Arctic. The